Приветствую вас, друзья мои! Германия на апрель 2022 года. Ну что, мои хорошие, апрель неплохой. Если сравнивать с мартом и февралем, то, что делалось в Германии, конечно же, совершенно-совершенно по-другому будет выглядеть Германия. На что хочется обратить внимание, так это на то, что до середины апреля пиковая, даже пик был некого такого подъема, это где-то в 20-х числах марта. Вот, кстати, напишите, я знаю, что смотрят многие, что же это за возможность. А это некое, скажем, возрождение как бы, какие-то возможности творческого, эстетического, артистического развития. Это контакты с людьми, которые занимаются духовными и психологическими проблемами. Здесь можно сказать, что Германия получила прогнозы какие-то. Может быть, вот это еще здесь, потому что очень интересно, как-то оно все проигрывается в Германии. Почему? Потому что вроде как бы кто-то как ведет Германию. И у людей появляется знание, понимание того, что происходит. Отнюдь я ни в коем случае не тяну одеяло на себя. Я даже этого не ожидала. Это то время, когда Германии надо вести незапятнанный образ жизни, и иначе многие возможности могут быть просто утрачены. И коль я об этом уже заговорила, простите меня, пожалуйста, я немножко загляну чуть-чуть дальше. А вот это чуть-чуть дальше я могу сказать, что уже начиная с 2023 года и где-то по 2026, включая 2026, там, может, половина 2026 года, Германия будет сдавать свои позиции. То есть та великая успешная страна, о которой мы с вами знаем, слышим, она будет выглядеть не совсем красиво. Ну, видите, начало с апреля, пошла дальше. Давайте-ка, наверное, как говорится, я вернусь обратно, потому что, ну, нельзя. Что касается в целом апреля, то, во-первых, будут открыты границы. И немцы вполне возможно куда-то смогут поехать. Сложный будет период, еще затронет первое и немножко коснется 3-4 апреля. Сложному будет внутри, внутри самой страны все-таки будет наблюдаться сложность. Какого рода эта сложность, чтобы вы понимали, это отношения. И прежде всего здесь будут страдать отношения, ну, как бы вам сказать, с молодыми людьми, если можно так выразиться. Это некое состояние, например, непонимание, что происходит. Вот такое бывает, когда много фантазий, много обманов и какие-то переговоры, все, что будет делаться в Германии, особенно где-то до числа 6 апреля. Может быть, это даже с Россией переговоры об оплате рублями. Здесь будут наблюдаться даже где-то, да, до 6-го все-таки. Вроде как бы договорились, вроде все нормально, но что-то не то. Будет наблюдаться некая туманность. И здесь больше это не потому, что Германия не хочет, кстати, как говорится о рублях, да, а она просто не понимает. Вот такое бывает, к сожалению. И мы потом... Иногда бывает, мы что-то совершили, что-то сделали, а потом раз у нас открываются глаза, и мы понимаем, и наш разум работает. Поэтому здесь, конечно, мышление, оценка всего того, что происходит, она будет чуть-чуть некой такой туманной. Но, дорогие мои, я думаю, что Германия договорится о партнерстве с Россией. Если не договорится в первой половине апреля, то вторая половина где-то к числам 20 апреля. Я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что все-таки договорятся. И я здесь вижу другое, что Германия вроде как бы и все понимает. Ну, вот этот туман, вот эта двоякость, о которой я говорю, и все никак не могу правильно ее сформулировать, потому что сама Германия не понимает, что происходит. Понимаете? И Германия вроде как бы понимает и определилась с тем, что какая разница в чем, в чем по большому счету платить. Хотя им проще было, конечно же, платить своими деньгами. Ну, вы понимаете. Представьте, что вам надо ваши евро, например, перевести, ну, в какие-то иены, в белорусские рубли, даже в российские рубли. Здесь уже немножко надо садиться, думать, считать. А здесь вдруг все надо переводить в российские рубли. Поэтому понимаете, откуда эта ситуация будет. Переживать не надо. Я вам говорю сразу. Все организуется, все образуется. Сложным период, я сказала, будет до 6 числа. Что касается здоровья, то здесь больше будет наблюдаться финансовый все-таки спад. И этот финансовый спад внутри страны будет наблюдаться где-то тоже, может быть, до числа 20 апреля. Дальше все начнет потихонечку выравниваться. Да, где-то будут какие-то ситуации, ну, как везде во всем мире. Что касается творчества, каких-то планов, то здесь уже все будет вырисовываться в 20-х числах апреля. Ну, плюс-минус, может быть, неделька, может быть, полнедели. Что касается власти. Что касается власти Германии, то здесь недовольства будут выражаться тоже где-то до 20 апреля. Каких-то особых ситуаций я не вижу, но меня немножко не устраивает то, что до... не то, что до, а практически весь апрель месяц вот эти отношения внутри страны, власть, полиция, я не знаю, там у вас канцлер, президента нет. И партнерские отношения именно, я буду говорить на постсоветском языке, чиновник, народ, в этом плане, конечно же, будет это все страдать. И отношения, ну, некрасиво. Иногда некрасиво будет вести себя Германия. Дорогие мои, что касается здоровья, психосоматика страдает, траты, как бы вам сказать... То есть будет некая ситуация, например, вот с 9 апреля по 12 апреля. Что будет проходить? Это какие... Это нарушения с партнерами договоренности, это какие-то упреки. Ну, я вам говорила уже то, что, скорее всего, что все-таки к 20 числу договорятся. Здесь могут быть какие-то убытки. И прежде всего убытки... Легкая промышленность почему-то может пострадать, снабжение будет страдать. И прежде всего это все будет происходить из-за своей внутренней неуравновешенности, вот этого непонимания, нежелания договариваться, нежелания работать, отсутствие желания работать. Вот это еще будет видно. Что касается финансов, ну, какие-то потери финансовые будут, но для Германии они, знаете, это мелочи. Но потери финансовые, которые будут, они будут тоже как бы... Вы знаете, как хотели потратить деньги и куда-то отправить, может быть, в ту же Украину, простите меня, пожалуйста. Думали, никто не узнает. А тут раз, и все открылось. Но единственное, что, что обращаю ваше внимание, что границы будут открыты, но где-то, ну, скажем, первого будут закрыты, какие-то будут стычки, может быть, что-то где-то, кто-то кому-то будет ставить палки в колеса 3-го, 4-го, может быть, 12-го, 13-го, 18-го, ну, вообще с 18-го числа до конца месяца не всегда можно будет тоже выехать. Но, дорогие мои, люди, разговаривающие на русском языке в Германии, все то, что я вам говорю по границам, особенно по выездам, по передвижениям, вы знаете, у каждого своя судьба. И иногда страна закрыта, а человек, живущий там, он легко передвигается. А у него есть какие-то, знаете, такие периоды, даже не то, что дни, а часы. Вот он просто покупает билет, вот он запланировал, он приехал, его выпустили. Ну, повезло, как говорят, у каждого своя судьба. Поэтому, конечно же, если есть желание, надо, конечно же, заказывать прогноз. Германию можно оплачивать, не переживайте. Можно оплачивать и через Вестер-юнион, и золотую корону. Единственное, что надо будет обозначать российские рубли или же белорусские, например. Я живу в Беларуси. То есть я получу ваши деньги в белорусских рублях, так как у нас санкции. Но это все, знаете, как все можно обойти и все обходится. Поэтому будем надеяться, что после 20 апреля для Германии откроется некий такой коридор некого такого спокойствия. Но внутри самой страны, конечно же, будут проблемы. Имейте в виду. И особенно, что касается власти, налогов, ну и какие-то стычки, конечно же, будут. Это была Германия. Ну, я думаю, что вы поняли, что бояться не надо. У вас все хорошо. Всем удачи!